Всем привет и с наступившим 2022 годом. Пока все гуляли и отдыхали, мне пришла идея, которую я захотел проверить. Я подумал, а что если объединить флеш-накопители в RAID? Какая будет скорость, и есть ли в этом всём смысл? Использовать будем 4 накопителя на 32 гигабайта SanDisk UltraFlare. Не самый лучший выбор, как оказалось, но один из самых дешёвых, работающих по USB 3.0. Почему он, собственно, и был выбран? Подключать их будем через порт USB 3.0 и HUB DEXP, также поддерживающий 3.0. Установив все накопители в HUB, я начал запускать тесты CrystalMark. И заметил странный момент, что если чтение у всех плюс-минус одинаковое, то запись у кого-то 60, а у кого-то в 2 раза меньше. И после этого я решил тестировать каждый накопитель, подключая его напрямую в USB порт. После трёх тестов каждого накопителя я заметил, что первый результат самый красивый и достигает 150 мегабайт на чтение и 60 на запись. На втором же тесте у всех четырёх экземпляров обнаружилась приличная просадка по записи, при том, что чтение осталось на том же уровне. А на третьем тесте скорость записи всех накопителей стала чуть выше, чем на втором. А теперь посмотрим, как будет копироваться файл размером 4 гигабайта через проводник. В начале скорость записи хорошая, но стоит скопировать в районе гигабайта, как скорость записи падает раза в два, а через какое-то время наблюдается ещё небольшая просадка. В итоге заявленное время минуты 15 превратилось в 2 минуты 48 секунд. Как будто на флешку USB 2.0 поставили закись азота. КАРДИНАЛЬНАЯ ПРОСАДКА Мне явно не повезло с выбором флешки для эксперимента. Ну да ладно, тесты мы провели, проведём промежуточный итог. В долгосрочной перспективе можем рассчитывать на минимальную скорость записи 16 мегабайт в секунду с каждого накопителя. Что в сумме из четырёх накопителей должно давать где-то 64 мегабайт в секунду. Чтение же не падало ниже 149 мегабайт в секунду, хоть тут нас не обманули. Умножаем на 4 и получаем 596 мегабайт в секунду. Это практически максимальная скорость интерфейса USB 3.0. В стандарте USB 3.0 максимальная заявленная скорость равняется 5 гигабитам, что позволяет передавать данные до 600 мегабайт в секунду. Но это всё теоретическая скорость, теперь проверим на практике. Хотелось бы получить хотя бы 500 мегабайт на чтение с четырёх накопителей. Давайте объединим в рейд наши флешки. И тут сразу всё пошло не по плану, потому что винда не даёт штатными средствами объединить флешки в рейд массив. И даже сделать зеркало, хотя пункт меню доступен. Для любителей по геморроиду всегда есть другие варианты. На винде сделать рейд с USB флешками можно несколькими способами. Первый способ, изменив прошивку на самих флешках, так чтобы они определились как обычный диск. Но я не стал пока лезть в это дело, так как мало с таким сталкивался. Второй способ, при помощи программы Bootit, которая, как я понял, меняет тот самый параметр в прошивке. Я попробовал, вроде программа написала, что всё окей, вы не вставь флешку. Но тип устройства не поменялся, и вообще ничего не поменялось. Эта программа, походу, работает только со старыми флешками. Третий способ, с подменой драйверов флешки на драйвер от Hitachi. Попробовал, ничего сложного. Немного отредактировать инфайл от драйвера, заменив путь к экземпляру устройства на наш. Перезагрузился с отключённой проверкой подписи драйверов, подкинул изменённые драйвера. И действительно, теперь устройство определяется как базовый диск. Windows думает, что это обычные диски, и открывает нам возможность создания RAID массива. Увидев это, я думал, что на этом мои страдания закончатся, но не тут-то было. После добавления всех дисков, управление дисками предлагает прообразовать диски в динамические. И потом выскакивает ошибка, что эта операция не поддерживается объектом. После того, как ни один из способов мне не помог, я решил создать виртуальные диски и разместить каждый диск на отдельной флешке. В управлении дисками эти диски определяются как базовые, но сделать с ними всё равно ничего нельзя. И тут я открыл для себя дисковые пространства Windows, которые не видят флешки, но зато видят виртуальные диски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но просто объединим диски в пул, я получил результаты хуже, чем у одного накопителя. Я заметил, что созданные пулы уже можно объединять через управление дисками. И поэтому для каждого виртуального диска я создал свой пул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Результаты уже поинтереснее, но скоро записи расстраивает. А дальше мы переносимся на macOS. Там через стандартную дисковую утилиту можно объединять флешки в RAID. И чтобы их подключить к макбуку, мне понадобится два хаба. Один с Type-C и другой хаб, который я использовал на обычном компьютере. В дисковую утилитию через ассистент RAID мы выбираем тип RAID, устройство, которое нам необходимо объединить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее назначаем имя и выбираем файловую систему. И дожидаемся окончания работы ассистента. Для теста будем использовать утилиту проверки диска от Blackmagic. Выбираем наш RAID и запускаем тест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По тесту видно, что скорость записи прилично подросла. А вот скорость чтения почему-то остается на уровне 250 Мбайт в секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я запустил Windows 10 через Parallels и думал сейчас проведу тест Crystal Mark'ом. К сожалению, Crystal Mark не видит этот диск, потому что он монтируется как сетевой. Но это не мешает провести нам тест копирования через проводник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В итоге запись того же самого файла заняла 52 секунды. А теперь проверим чтение, скопируя файл обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохие результаты получились, как мне кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но чтение могло быть и побыстрее. И данное решение не стоит своих денег, так как четыре такие флешки обойдутся как хороший SSD. Докупив внешний кейс к нему, можно получить хороший быстрый накопитель. Применимо только для macOS и Linux-подобных системах. Для решения элитных проблем, когда есть несколько накопителей малого объема, а очень нужно что-то большое сохранить, да и чтобы оно еще и запускалось. Также можно использовать для зеркалирования, для повышения надежности хранения данных. Но большинству людей данная возможность нафиг не нужна. А я проверил это, чтобы вам не пришлось. Если видео понравилось, поддержи автора, подпишись на канал, и чтобы не пропустить новые видео, ставь колокольчик. Кстати, небольшой спойлер. Я тут обнаружил 6 SATA портов на одной материнке. Как вы думаете, о чем будет следующий ролик? Жду вас в комментариях. До новых встреч. Пока.